Ситуация экономики Гомельской области характеризуется как складанная, а не контролируемая. Такая оценка проглушала подчас сегодняшнего посаджения областного выконавшего комитета. В общем основные причины проблем и какие меры пропонуются по стабилизации ситуации, доведался Олег Синтюров. Для того, чтобы принимать эффективные меры, необходимо видеть реальную ситуацию, которая иная сфера, где отрывается выполнять все показчики будовинства жилья, а прочатого, как станучую, можно оценить проводимую работу по притягнению промых замежных инвестиций. Разум с тем, экспорт товаров коммунальными предприятиями 71%, плюс рост запасов готовой продукции, как выник невыконания головного прогнозного показчика – полового регионального продукта. Управнение с иншими областями краины на Гомичине и он не самый горший, олег это не подстава для заспокоения. В принципе ситуация сложная, напряженная, но достаточно управляемая. Если говорить о всех показателях Гомельской области на фоне республики, то да, вот этот спад небольшой в промышленности не позволил выйти на показатели волового регионального продукта на уровень прошлого года. По кварталу он у нас 99,8%. В РП других областей чуть выше 100, только в Минской области и Могилевской, в ВВП страны его 98%. Наибольшь складанная ситуация сегодня у промысловости. Головная причина – проблемы на рынку основного партнера России. Послуги тык же айчинных горноздобывающих предприятий, например, стали меньше запотребованными по причине снижения цены на нафту и скорочения объема у яиц зобычим. Разумствами есть и внутренние причины. Ушмат оких субъектов господарения – высокие затраты на выпуск продукции. С гэтой нагоды, починаючи с лаковика, Комитет экономики Гомельского Абла Вакангама почал мониторинг 211 предприемств в региону. Правда, поколь вынеки достатково степлее, усяредним затраты отремался снизить усягон на 1%. Ящедно потребование до субъекту господарения – пошук новых рынков. Сгодно с решением Абла Вакангама, у другой полови года инвестиционные форумы повинны пройти так само во всех регионах Гомельщины. Головная задача – створение новых вытворчащих по выпуску импортозамещальной и экспортоориентованной продукции. Похоже, снижение объема вытворчащих отбивается и на бюджете в области. Особливо гэта тачится податку на прибыток. Квартальный план по гэтым пакашчику недовыконан на 6%, а гэта маль 7 млрд рублёв. Правда, гэтая страта отремалась и компенсовать иншими креницами, что у вынеку дозволило профинансовать усе основные артыкулы расходов, не которые навод дотерминова. Бюджет стабилен, он собрал свои доходы, он профинансировал свои гарантированные обязательства, все абсолютно, более 83% его расходов – это были они, социально гарантированные оплаты топливно-энергетических ресурсов. С опережением мы профинансировали село в связи с подготовкой к весеннеполевым работам, рассчитались по всем долгам. Олег Сентяров, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.